Вы смотрите выпуск новостей на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! В этом выпуске мы расскажем. Крашкурс призван обратить внимание молодых водителей на то, что беда, трагедия, проблемы дорожные, они ходят рядом. Цена безответственности. Для будущих водителей в культурно-информационном центре провели крашкурс. Две бригады для вакцинации взрослого населения и три бригады для вакцинации детского населения. Острое инфекционное вирусное заболевание. В Севастополе выявили два случая заболевания корью. Мы планируем это развивать и расширять границы данных матчевых встреч. Кто сильнее? Севастопольские боксеры встретились со сборной Донецка в матчевой встрече. А теперь об этих и других темах. Подробнее. Севастопольский морской порт объявил о закрытии рейда в связи со штурмовым предупреждением. Движение катеров и паромов между северной стороной и центром города приостановили. Добраться с площади Захарова в Севастополь и обратно можно наземным общественным транспортом. Стоимость проезда от 50 до 70 рублей. Мы связались с главным специалистом отдела организации пассажирских перевозок Департамента транспорта, который подробнее рассказал о ситуации. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Законодательное собрание Севастополя продолжает попытки выселить нашу телерадиокомпанию. Речь идет о телеканале Х24 и радио Севастополь-ФМ, который находится в помещениях здания по улице Ленина 3. Руководитель аппарата законодательного собрания подал исковое заявление в арбитражный суд Севастополя. Истец просит суд обязать нашу телерадиокомпанию возвратить аппарату законодательного собрания имущество, переданное нам ранее в безвозмездное пользование по бессрочному договору. Такие действия вызывают много вопросов, ведь в минувший четверг на заседании правительства Севастополя исполнительная власть урегулировала вопрос нахождения ГАО «Севастопольская телерадиокомпания» и городского избиркома в здании по адресу Ленина 3. При этом, по словам Рустама Зайнулина, часть площадей этого здания даже не находилась в оперативном управлении аппарата парламента и распоряжаться этими кабинетами они не могли. Проведена работа в отношении здания ЗАГС собрания Ленина 3 и данным проектом предлагается, выяснено в рамках работы, что с 2014 года непосредственно само ЗАГС собрание не провело действие по регистрации права оперативного управления за законодательным собранием, за аппаратом. В итоге, распоряжением правительства Севастополя, принятым в прошлый четверг из состава имущества аппарата законодательного собрания, исключено почти 500 квадратных метров площадей, а около 200 из них планируется передать в оперативное управление нашей телерадиокомпании. По словам Рустама Зайнулина, городской парламент переданной площади по целевому назначению не использовал. Предлагается в связи с этим, в связи с фактическим пользованием закрепить соответствующие площади за находящимся в здании и использующим помещение государственным автономным учреждением «Севастопольская телерадиокомпания». Ранее эти площади использовались на основании договоров пользования, сейчас эти площади закрепляются за этими учреждениями и органами власти на праве оперативного управления. Наша телерадиокомпания рассказывает оперативно о всех значимых городских событиях, в том числе и о деятельности депутатов. Подробнее о сложившейся ситуации мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Краш-курс провели в Культурно-информационном центре. Будущим водителям еще раз напомнили, почему так важно соблюдать правила дорожного движения и быть всегда внимательным за рулем. Что рассказали и показали зрителям на мероприятии, узнаете из сюжета. В зале Культурно-информационного центра сотни людей. Это студенты, курсанты высших военных училищ, ученики автошкол и представители мотоклубов. Все внимание на сцену. На ней простые люди рассказывают о непростых ситуациях, где в главных ролях водитель, пешеход и дорога. Специально пригласили людей, которые непосредственно были свидетелями, либо участниками дорожно-транспортных происшествий. Вы видели, это сотрудники МЧС, бригада скорой помощи, которые выезжают, возможно, ежедневно видят боль, смерть, страх, горе. Видят каждый день. Эту историю знают многие жители Севастополя. Год назад на пешеходном переходе грузовик сбил двух детей. Один из мальчиков погиб на месте. Сегодня об этом со сцены перед будущими водителями рассказывает мама этих ребят. Грубо нарушив правила дорожного движения, чуть не оставил старшего Максима инвалидом, зато оставил на память ему ощущение теплой ладошки младшего брата, которого он не уберег. Он поселил горе в моей семье. Видеоролики, в которых молодые водители снимают сториз для социальных сетей за рулем, рассказы людей о своих сложных и страшных историях, обращение психолога и печальная сводка погибших в результате ДТП – все это повод задуматься будущим водителям о своем поведении за рулем. Не надо садиться за руль, когда испытываешь какие-то сильные эмоции, будто гнев, раздражение, страх или даже радость, потому что абсолютно любая моя эмоция может стать причиной аварии, даже если я этого совершенно не хочу. За рулем мы действительно как-то немного расслабляемся, иногда не обращаем внимания на какие-либо мелочи, думаем, что… Ну вот я сейчас проскочу быстро на мигающий желтый, и все будет хорошо. А если там ребенок идет внезапно, кто знает, что произойдет в следующую минуту. Вызвать эмоции у каждого и показать, чем рискует водитель, пренебрегая правилами ДТП – главная цель – краж курса. Собравшиеся могли не только услышать, но и увидеть реальные последствия дорожных аварий. А для того, чтобы более наглядно показать, почему так важно соблюдать правила дорожного движения, организаторы мероприятия привезли сюда разбитые автомобили, которые побывали в ДТП. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность на дорогах является первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 18-25 лет. За четыре года на севастопольских дорогах погибло 204 человека. Алектина Игнатьева, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». В Севастополе зафиксировано два случая заболевания курью. Об этом сообщили специалисты Департамента здравоохранения. Совместно с представителями Роспотребнадзора они проводят противоэпидемические мероприятия в школе, где обнаружили инфекцию. О том, какие дополнительные меры предпринимаются и насколько опасно это заболевание – в следующем сюжете. До этого случая в последний раз курь в Севастополе была обнаружена еще в 2012 году. Тогда заболевание завезли с Западной Украины. Как оказалось, сейчас ситуация повторилась. На прошлой неделе после более чем шестилетнего перерыва зарегистрировали два случая. Болезнь зафиксирована у матери и ребенка. Оба были не привиты против кори. Там был категорический отказ от прививок. И в анамнезе поездка на территорию Западной Украины, город Львов, и в Польшу. У нас по Крыму ситуация по коре. В прошлом году, если бы на территории Крыма было зарегистрировано шесть случаев кори, в этом году за 11 месяцев зарегистрировано 35 случаев кори. Слава Богу, все закончились благополучно, летальных исходов нет. Корь – это острое инфекционно-вирусное заболевание. Симптомы – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей. В мире от кори в 2011 году умерло 158 тысяч человек. Инкубационный период – 21 день. По словам специалиста Роспотребнадзора, единственное, что может защитить от кори – это вакцинация. Других способов профилактики болезни не существует. Мы работали в течение всей недели, в том числе выходные, в очаге кори. Это Нахимовский район, район третьей городской больницы. Вчера была организована выезд выездных бригад для вакцинации взрослого и детского населения. Две бригады для вакцинации взрослого населения и три бригады для вакцинации детского населения, в том числе и в школе. На сегодняшний день в городе Севастополе эпидемии кори нету. Зарегистрировано только два случая. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия для ограничения очага, для предотвращения дальнейших вспышек. Вакцина в городе Севастополе есть и для взрослых, и для детского населения. Мама с ребенком, у которых и выявили заболевание кори, поступили в инфекционную больницу. Состояние у пациентов стабильное. В детском возрасте корь протекает благоприятно, но корь опасна тем, что после нее происходит ошибка иммунитета. И присоединение вторичной микрофлоры и вторичных заболеваний бывает очень часто. Специалисты отмечают, в Севастополе, к сожалению, у людей негативное отношение к вакцинации. Этот случай зафиксировали в 26-й школе Нахимовского района. Занятия в классе, где учился заболевший, отменены, но школа на карантин не закрыта. С родителями детей, которые ходят в учебное учреждение, проведут встречу. Им расскажут о необходимости вакцинации против различных болезней, в частности, от кори. В школе, еще раз хочу подчеркнуть, проводятся соответствующие коревые и противоэпидемические мероприятия в соответствии с тем предписанием, которое нам выносит Роспотребнадзор. Ситуация по коре в городе Севастополе находится под жестким контролем и Департамента здравоохранения города Севастополя, и Роспотребнадзора. Мы работаем в тесном контакте с Роспотребнадзором, с Департаментом образования города Севастополя. Выездные прививочные бригады в Севастополе продолжат свою работу. Вакцинацию в очаге заболевания обязательно будут проходить как дети, так и взрослые. Бригады будут работать как в поликлиниках, так и в образовательных учреждениях. Будут организованы и обходы местных жителей во дворах с предложением о вакцинации. Святослав Данилов, Илья Якушев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Внимание у жителей Севастополя! Сегодня часть улиц города останутся без света и воды. Об этом сообщили на официальных сайтах предприятий. Электроэнергии не будет с 8 до 17 по улицам Фонтанной, Альпийска, а также в поселке Дергачи. Воды не будет с 9 до 18 в поселке Кача. Все отключения связаны с ремонтными работами. Школа печатной журналистики «Про печать» стартовала на базе филиала МГУ. Занятия будут проходить в шесть дней. Лекции читают профессиональные журналисты, редакторы печатных изданий, практикующие дизайнеры и фотографы. Среди слушателей – школьники, студенты севастопольских вузов и начинающие специалисты. Курс рассчитан на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Елена Корнаухова расскажет подробнее. Организатор школы печатной журналистики «Про печать» студентка 4 курса МГУ Ирина Хомякова. На реализацию проекта она получила федеральный грант 100 тысяч рублей. Девушка уже полтора года, главный редактор журнала «Про молодежь». Отмечает, когда создавала печатное СМИ, у нее не было наставника, но ее поддержало управление по делам молодежи и спорта. Дважды Ирина Хомякова получала грант на выпуск своего журнала – 110 и 150 тысяч рублей. Сегодня тираж издания «Про молодежь» – 600 экземпляров в месяц. Это уже девятый выпуск. Журнал распространяют по всем вузам Севастополя. Над ним работают 20 человек. Помимо журналистов трудятся дизайнеры, фотографы, верстальщики и корректоры. Своим опытом создания собственного печатного издания Ирина Хомякова делится с учащимися школы «Про печать». Также лекции читают приглашенные гости – профессиональные журналисты, редакторы, практикующие дизайнеры и фотографы. Лекции будут по темам написания материала для печатных СМИ, СММ, фото для печатных СМИ, верстка и дизайн и комплексное создание печатного СМИ. Прежде всего, печатное СМИ должно быть ярким, привлекающим внимание. Ведь если это будет просто черный текст на белом фоне, никто не обратит на него внимания. Это должен быть яркий формат, это должны быть интересные темы, кричащие заголовки, красивые фотографии. Сейчас многие ошибочно считают, что печатные СМИ – это умирающий вид журналистики. Однако мы решили разрушить стереотипы и показать, что это совершенно не так. На занятия в школе печатной журналистики записались уже больше 50 человек. Среди участников – как студенты журфака и начинающие специалисты, так и школьники, которые только определяются с будущей профессией или нарабатывают опыт и публикации для поступления в ВУЗ. Я хотела бы узнать все, что связано с печатной журналистикой, начиная, наверное, от дизайна, фотографий до написания статей. Я увлекаюсь фотографией, поэтому, собственно, я пришла сюда от Медиафокуса СФГУ, чтобы узнать что-то новое для себя. Я хочу больше узнать о дизайне, о том, как это создается, как всю огромную классную информацию собрать в одно целое. Я очень жду личного опыта Иры, потому что действительно то, что она делает, нравится многим. И сейчас я нарабатываю опыт публикации, и я надеюсь, это мне поможет при поступлении. Курс рассчитан на молодежь от 14 до 30 лет. Желающие могут присоединиться к занятиям. Они будут проходить ежедневно на базе филиала МГУ до субботы 24 ноября. В программе не только теория, но и практика. Учащиеся школы напишут собственные статьи. Лучшие материалы опубликуют в декабрьском выпуске журнала «Про молодежь». Елена Корнухова и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя. Далее о новостях спорта. Много соревнований по боксу проводятся в связи с подготовкой к первенству России. Среди них товарищеские и контрольные встречи спортсменов. Возрождается боксерский клуб «Фиолент». Севастопольские боксеры, которые его представляют, выбрали себя в соперники донецких юношей и взрослых мастеров. Для гурманов бокса матч между воспитанниками клуба «Фиолент» и сборной Донецка стал настоящим спортивным праздником. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Товарищеский матч прошел на ринге 4-й спортивной школы Олимпийского резерва. Севастопольские мастера кожаной перчатки продолжают победные традиции. А Донецкая боксерская школа известна во всем мире. В команде гостей 5 мастеров спорта. Участников, тренеров, арбитров и зрителей приветствовали почетные гости. Это первая матчевая встреча боксеров. Она положила начало очень интересному развитию. Мы планируем это развивать и расширять границы данных матчевых встреч. Осветил боксерский ринг настоятель Свято-Никольского храма Отец Георгий. Среди рефери матча боксеров – мастера спорта международного класса и международной категории АИБа из Севастополя и Крыма Максим Конышев и Владимир Сомов. Яркие, убедительные победы одержали севастопольские мастера. В номинации «Лучший боксер» главный приз получил Руслан Зубачук. За лучшую тактику ведения боя – Валентин Пьянков. Соперники севастопольцев на ринге – титулованные боксеры. Специалисты отмечают – поединки прошли в высоком темпе, жестко и азартно. Мы сегодня проводим матчевую встречу со сборной командой города Донецка. Поверьте, это очень сильная команда и наших ребят ждет большое испытание. На сегодняшний день у нас есть результаты, которыми мы могли бы гордиться. В этой матчевой встрече севастопольцы были сильнее. Итог поединков – 6-3 в нашу пользу. Святослав Данилов, Владимир Мелянский, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. 20 ноября в Севастополе облачно, ночью и днем дождь. Ветер северо-западный – 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла. Влажность воздуха – 79%. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам хорошего дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова